Друзья, привет! Сейчас я вам покажу свою первую компьютерную игру, на примере которой я изучал Unity. Unity такая среда для разработки компьютерных и мобильных игр. Она очень простая, она все про все у меня ушел где-то примерно месяц. До полноценной игры, конечно, еще далеко, но как прототип вполне себе сойдет. Рабочее название игры — буква ловы. Мы с вами летаем по галактике и ловим буквы. Буквы нужно привести на планету, и на планете из этих букв мы собираем слова. Наша основная задача — собрать и угадать тысячу самых популярных слов русского языка. Пока начнем с русского языка, затем, я думаю, мы сделаем английский, потом обязательно белорусский, потому что угадать тысячу самых популярных слов белорусского языка, я думаю, не так просто даже жителям Беларуси. Эти слова, конечно, вы прямо сейчас можете посмотреть словарики, но делать это в игре гораздо прикольнее и интереснее, потому что пока вы не знаете, какие слова входят в заветную вот эту тысячу, и угадывать их очень интересно. Основной игровой валютой у нас является энергия. Энергия, как топливо, тратится на все перелеты нашей ракеты. Плюс за дополнительную энергию можно купить новую ракету, которая будет еще мощнее, еще быстрее, больше букв может привести. Можно купить дополнительные предметы, там, радары, подсказки. Энергию мы получаем, вводя слова на планете. Если мы угадываем слово из-за верной тысячи, то энергии будет много. Если просто слово обыкновенное русского языка, которое не входит в эту тысячу, энергии будет немножко меньше. Список всех наших отгазных слов у нас учитывается и вносится в таблицу рекордов. Этим результатом вы можете помериться с другими участниками игры. В игре у нас есть телепорты, у нас есть коварные инопланетяне, которые охотятся за вашими буквами. Есть астероиды, из которых можно добывать буквы, причем гласные. Это вечная проблема игр со словами, нехватка гласных. Так вот, тут вся галактика просто кишит астероидами, разбивая которые, вы получаете разнообразные гласные буквы. Уже проблема найти согласные. Помимо этих фишек, еще осталось много не реализованных штук. И на самом деле, сам процесс создания игры оказался настолько увлекательным. Это даже интереснее, чем играть в чьи-то чужие игры. Особенно меня, что удивило, программирование на C-Sharp хорошо, если отнимает только четверть всего рабочего времени. А все остальное время уходит на работу со спрайтами, с музыкой, с звуками, с анимацией, с созданием игрового интерфейса. И все это так интересно. Конечно, научиться программировать за месяц, это просто нереально. И я толком не разобрался ни с C-Sharp, ни с Unity, только поверхностно. Единственное, чего я научился, это вырезать куски кода из чьих-то других проектов и вставлять свой. Ну, даже вот этих примитивных скиллов мне хватило, чтобы создать такую простую игрушку. А в планах у меня еще несколько крутых идей. Поэтому буду потихоньку развиваться и свои скиллы в программировании прокачивать. В эту игру вы уже можете попробовать поиграть. Она недоступна пока для мобильников. Она есть только в Brawl, для компьютеров. Ссылку я публикую ниже. Ну и ее можно найти в игровых платформах на Facebook и ВКонтакте. Я уже закинул их туда. Причем, Facebook уже даже зааппрувил его и добавил в свой игровой магазин GameRoom. Можно даже по поиску ввести там слово «буква ловы». И вы уже найдете эту игру и сможете в нее поигрывать. А сейчас небольшой бонус для тех, кто досмотрел это видео до конца. Дело в том, что я очень люблю квесты, занимаюсь ими много лет. И я просто не мог не добавить несколько интересных пасхалок в эту игру. Поэтому слушайте внимательно. Из тысячи слов, которые вам необходимо искать в игре, есть пять, которые объединены какой-то общей идеей. Так вот, угадывая эти слова, вы будете получать помимо игровых очков еще и QR-код с фотографией «Место в Минске». Все эти места рядышком, поэтому открывая больше слов, вы поймете, какой район Минска я вам загадал. И рядышком с одним из фотофрагментов вы сможете отыскать настоящий денежный тайник. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok